До войны в Одессе проживало 200 тысяч евреев, а осенью 1941 года к ним добавилось еще около 120 тысяч беженцев из Бессарабии. В октябре 1941 года румынское и немецкое командование приступило к планомерному уничтожению евреев. Богдановка, Доманевка, геты на Слободке, пороховые склады на площади Талабухина в Одессе – эти названия скрывают за собой сотню тысяч расстрелянных, сожженных заживо евреев. Стоит отметить, что на момент освобождения Одессы от нацистских оккупантов в городе осталось живых всего 600 евреев. 27 января 2013 года в день памяти жертв Холокоста группа служения «Молитва за Израиль» из еврейской мессианской общины «Свет Мессии» совершила молитвенную поездку по местам массовых расстрелов евреев, чтобы молиться о жизни и спасении ее Одессы и Украины. Людям, живущим в Одессе, Отец. Шалом, меня зовут Борис. Сегодня 27 января, день памяти жертв Холокоста. И мы ездим по местам, где уничтожали евреев в городе Одессе. Молимся за жизнь, за пробуждение в этом городе, за покаяние евреев. Молимся также о том, чтобы Бог простил невинно пролитую еврейскую кровь в нашем городе. В этом городе сожгись, Господь. Аллилуйя Тебя. Вместе с верующими из мессианской общины в молитвенной поездке были представители церкви «Слово Жизни». Важно отметить, что многих из оставшихся в живых евреев спасали верующие христиане различных конфессий. Православные, католики, баптисты, пятидесятники. Эти люди явили собой истинный пример христианской любви. Бог может быть помилован, уберегать своей милости. Как ты милуешь, Господь! Меня зовут Кира, я из церкви «Слово Жизни». И в этот день мы собрались вместе с командой, с группой верующих. И мы ездим по местам в нашем городе, где происходило уничтожение евреев. И на самом деле это очень запоминающийся день. Все места, где мы были, где мы просто просили милости для Одессы, потому что просили о том, чтобы Бог вам простил и помиловал этот город, для того, чтобы благословение Божие оно пришло. Протяжный зов Шафара слоноговорил. Никогда больше не должно повториться такое. Валентин Эйтан, Одесса, специально для ИРР-ТВ.